Сегодня ко мне поставили прекрасную очаровательную ведущую, но она пока еще стесняется. Сколько не пытался уговорить ее начать разговаривать, общаться, не может пока. Но она пусть красиво просто находится рядом, но мы будем обсуждать ту красоту, которая находится на ней. И вот на очаровательной прекрасной девушке рядом, видимо они сестры. А помогать нам сегодня будут Людмила Чистова, президент Сибирского Содружества Парикмахеров и Визажистов. Ваше Мхитарян, президент Конфедерации Парикмахеров, Визажистов и Ноктевого Сервиса России. Анатолий Ортнер, президент Конфедерации Парикмахеров, Визажистов и Ноктевого Сервиса Кузбасса. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня начинает так немножко потряхивать, все-таки в обществе трех президентов нахожусь. Хотелось бы, наверное, сегодня поговорить о том, что у нас находится в студии, ну и, наверное, повод приезда, съезда трех президентов в Новосибирске. Вы знаете, вот эти люди, которые приехали к нам, просто вот слов нет, что можно о них сказать. Это профессионалы просто величайшего, большого класса, и в истории Новосибирска это впервые. И поэтому профессионалы те, которые работают у нас в салонах, они еще даже не знают, что будет происходить в дальнейшем. А мы уже это знаем. Поскольку наши люди хотят всегда быть красивыми, нужно очень много учиться. Учиться именно созидать, работать красиво. И эти люди как раз и начинают работу с нашими мастерами-профессионалами. Так как направлений у нас много, это, конечно, и салонная работа, это и конкурсные работы, вариантов много. Поэтому нужно каждому увидеть этих людей, прикоснуться к ним и обязательно идти учиться. А куда идти, смотреть на людей, учиться, там, не знаю, может быть, прикоснуться можно будет? Прикоснуться? Ну, у нас есть, пусть нам звонят, в Сибирское Содружество парикмахеров и визажистов, мы это скажем. У нас большая команда работает профессионалов, поэтому они не один раз к нам приедут, а теперь будет система работы. Поэтому те люди, которые в этот раз будут учиться, они расскажут другим и обязательно донесут это до своих клиентов. Но, учитывая, что вы президент, наверняка вы в курсе всех модных тенденций в мире причесок, стиля. И, наверное, хотелось бы поговорить сразу, вот перейдем к нашим очаровательным прекрасным дамам, чья из них чья, чтобы я не занимал. Ну, об этом мы будем говорить, но я хочу воспользоваться сейчас моментом и сказать спасибо Люде, что я сейчас, в данный момент, нахожусь в Новосибирске, потому что я много лет знаю этих людей, знаю эту школу, так что люди не надо, чтобы звонили, либо и не телефон, ничего, об этом все знают. Что это есть школа и работает давно, и выпустили очень много интересных мастеров, очень много. Потому что Юра Агарба из Новосибирска, сейчас который в Сочи, да, и очень много девушек, особенно у вас такие красивые. Я сегодня моим мастерам говорю, что вот где надо искать модели, потому что по всему миру и так известно, что наши российские девушки самые лучшие, и они очень дорого стоят в мире, в стиле моды, и кутюре, и все, они только ищут наших девушек. Потому что, ну, такой красоты ни у кого нет, пусть никто не обижается. 50 лет я в этой профессии, я могу позволить тебе говорить правду, концерт в концов. Мне кажется, нас, кто смотрит сегодня, никто точно не обидится, все согласятся с этим. У меня, слава богу, есть эта возможность, сейчас могу говорить правду, и говорить нет, и говорить да. Поэтому, слава богу, жизнь удалась, и я очень счастлив, что еще рядом имею таких людей. Благодаря нее мы с нашей командой сейчас приехали в Новосибирск, чтобы поднять уровень, на европейский, мировой уровень. И у нас появилась возможность выставлять своих людей на Европу и на мир. Наверняка, судя по всему, то есть у вас есть уже информация о тенденциях современных европейских, что вот сейчас модно в России, что, точнее, в Европе, и что нужно нам? Вы понимаете, мы не просто вот сейчас именно таких ярких девушек привезли с собой, и вчера на презентации мы работали, и около 300 человек были на презентации. И довольные, мне кажется, ушли, поэтому очень многие записались, будут сейчас обучаться, ходить к нам на обучение. Я приехал не один, я приехал наш известный ведущий колорист, который именно по цвету будет рассказывать он, но я хочу сказать, что эти яркие цвета, это все временное. Сегодня оно есть, завтра оно не будет. Как платформа обувь, то приходит, то уходит. А классические шпильки всегда остаются у дамы, которой всегда она красива. Но это такой легкий тренд, который... Легкий тренд, это, вы понимаете, за модой следить очень сложно и очень дорого. А стильным должны быть каждый из нас. Стиль, это и мода, это разные вещи. А по поводу того, что с Европы, зайду вперед и забегу, да, мы сейчас скоро едем на чемпионат Европы, везем в сборную России, ВАЖа везет. И я вам скажу по секрету, что после чемпионата остаемся в Италии и тренируем итальянскую сборную на следующий год для чемпионата мира. Слушайте, вот так, оказывается, не надо в Европу ехать за модой, из России все идет. Что ж мы сами создаем? Вот какие легендарные люди, поэтому нашему Новосибирску просто трудно повезло. На самом деле так происходит, что все-все-все-все идут на Европу, но глядя в наши индустрии красоты, Европа стала больше засматриваться на Россию. Во всем. Ну, каждому человеку известно, который работает в индустрии красоты, что благодаря единственному человеку на свете, который есть, это Долорес Кондрашова, которая доказала всему миру, что российская школа самая сильная. Благодаря нее мы можем сейчас себя позволить говорить так, потому что это не все имеют право говорить, а мы твердо можем об этом говорить. Слушайте, ну гордость берет на самом деле за нашу школу. Давайте перейдем к прическам, поговорим о том, что это такое, почему такие цвета и чем отличается, что русского в них такого, как мне кажется? Ну, русского, во-первых, здесь не русские девочки, это китайские болванки, но мы здесь делаем цвет, готовый для чемпионата Европы, который будем выставлять, и мы конкурентов не боимся, потому что так тоже красить должны учиться долго, а как Анатолий красит, так никто не красит. Я так понимаю, это как раз тот тренд небольшой, а вот такой яркий цвет, он не вреден для волос? Нет, совершенно, цвет никак не влияет на вредность или невредность, химический элемент, есть химический элемент, независимо от того, какого цвета они. А по поводу форм я скажу, что это техника важи, которая признана всем миром, которую мечтает каждый ее постичь, и некоторые парикмахеры в наше время говорят, что для чего эти вензеля нужны. Так вот я вам скажу, для того, чтобы начать писать, нам нужно выучить азбуку, да, мы детей учим, у меня просто сейчас ребенок пошел в школу, и я с ним прохожу это все, да, и если парикмахер, любой уважающий себя, я говорю парикмахер, потому что в наше время все стали стилистами, понимаете, я говорю, что парикмахер, с гордостью могу сказать, что это я парикмахер, и владея техникой классики, которую дает Важа, передает ее, он ее не показывает на сцене, где, не разрешая подходить к себе близко, он ставит каждому руки, и я могу сказать, что мне могут позавидовать, благодаря тому, что я работаю уже три года с ним, я вижу, как он каждого ученика за каждым крапит, и когда я его первый раз пригласил в Сибирь, в Кемерово, он приехал, провел у нас там обучение, и девочки, которые пришли, не верили тому, что можно за пять дней получить, и вот Новосибирь с сегодняшнего дня начинает обучение у Важи, и вы увидите результаты, за сколько мастера пришли какими, и какие они стали у вас, постичь эту технику, это лучший университет. Слушайте, но все-таки это профессиональные, так скажем, мастер-классы, а вот для нашего зрителя, который только что проснулся, и, как вы говорите, хочет стать не модным, а именно стильным, вот пару стильных советов. Всегда в моде здоровые ухоженные волосы, это всегда в моде, потому что волосы тоже требуют уход за волосами, сейчас, слава Богу, столько средств и столько всего, что каждый человек может себе позволить и ухаживать за своими волосами. Даже в природе, природа тоже иногда делает ошибки, не тот цвет, не те брови, а стилист, парикмахер, который есть профессия, для этого профессионализм, который они могут подсказать и найти. Какой цвет самый модный, это тот цвет, который вам подходит, самый модный цвет, тот цвет, который вам подходит. А как это выбрать тогда? Это должен стилист выбирать. Поэтому профессионалу надо ходить, а не просто пойти и сказать, я хочу такой цвет. Такой цвет можно хотеть, но это не ваш цвет. А чтобы подобрать именно твой цвет и твой стиль, это только профессионал может тебе дать. А это нужно постоянно учиться. Поэтому благодаря вот этой даме, которой мы сегодня приехали сюда, и должны мы сейчас, у нас будет еще 5 дней, мы будем с ней общаться, мы должны выбрать именно команду, которой будет заниматься, которых я буду обучать у нас в Москве, и мы часто будем приезжать. Так что я вам обещаю, что часто я буду у вас в гостях. О, этому, этому мы рады, этому мы точно рады. С вами очень весело. И вы знаете, я понял, что парикмахеры, помимо того, что держатся за свое дело, так они уже очень любят свое содружество, сообщество, особенно, так скажем, русскую школу. Спасибо вам большое, что пришли. У нас сегодня в гостях были три президента. Людмила Чистова, Важам Хитарян и Анатолий Ортнер. Спасибо еще раз огромное. Ну и красотка я, наверное, поближе. Вам спасибо. Спасибо вам.